Ну все, вот значит окончательный вариант. Окончательный вариант вот такой. Вот 25 уголок, кстати, нормально для такой нагрузки, для меня кирпичей, вон сколько, ну где-то порядка 35 штук. Ничего нормально, нигде ничего не погибается, не шатается. Вот, то есть, у меня ничего не закреплял, он стоит нормально. Вот, на обычных деревяшках. Значит, вот такой поддув пока временный. То есть, это старый мой насос, которым я раньше на улице ковал, через регулятор синистрный и обычная труба, так их просто положено сверху и все. То есть, сам колосник родной, который я сделал, я его просто кирпичами пока закрыл, так сделал, потому что у меня просто нет нормального движка с улицкой, который можно было сюда, как поддув, сделать, вот, пока не купил. И, честно говоря, неизвестно пока, когда куплю, потому что там с финансами не все так рассчитал, как хотелось бы. Поэтому пока буду вот так делать. Значит, дыма никакого нет. На самом деле, сначала дым был. То есть, сейчас подальше отойду. То есть, вытяжной зонт у меня вот доходил вот до сюда. Вот до сюда. И труба, то есть, вот здесь вот шибер, наверное, он сантиметров 30 длиной. И дальше идет метровая труба. И, на самом деле, метровой трубы мало, потому что тяга получалась не очень хорошая, и дым попадал сюда. Ну, немножко, но попадал. Вот, особенно в самом начале, когда еще ничего не разогретое, когда только-только запаливаешь, вот, много дыма здесь было. Поэтому я сначала, для начала, решил уменьшить вот это вот, как бы сказать, топочное пространство, да, топочное окно, или как оно называется. Вот, еще один лист, 20 сантиметров. Ну, прикрепил. Ну, на самом деле, может быть, это и не нужно было делать. Я еще, вдобавок, еще трубу на метр увеличил. Да, то есть, там она в крыше возвышается на полтора метра. Труба на 150 миллиметров. Вот, шибер полностью открыт. И все отлично. Вообще, ни капельки дыма, ничего нет, нигде. Все улетает в трубу. В прямом смысле этого слова. Вот, так что, вот так, тут у меня даже железяка какая-то бреется. А, ну, это мой технический нож, которым я уголь колю. Ну, в смысле, раскалываю, мельчу уголь. Или просто уголь ворошу в этом, собственно. Ну, все нормально. Вот, нормально. Причем, движочек у меня где-то на минимальных оборотах работает. Сейчас попробую еще уменьшить. Ну, вот, он уже глохнет. Вот, минимальные обороты. Сюда я его примастерил тупо на изоленту. Вот, изолента это все, наверное, на все-все. Без нее никуда. Вот, сжигаю пока не уголь, а просто какой-то там мусор, обрезки дерева. А что уголь везется пока не буду. Смысла не видно. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Все работает. Все отлично. Единственное, надо все замазать везде. У меня вот, вот, еще на скорую руку собрана. Я еще ничего, швы никакие не промазывал. Ничего не изолировал, потому что, ну, думал, мало ли. Опять придется что-то где-то разобрать, что-то поправить. Вот, поэтому буду все это замазывать, заделывать. Как бы, этот патрубок, он шире. То есть, он вроде под 150 трубок, но он шире. Поэтому все это я тоже заделаю. Вот, это обрезать патрубок не буду, пускай так и торчит. Вот, он как экран будет. Вот. Ну, нагревается, да, так уже руку не удержишь, градусы, наверное, 80. Вот, ну, вот как-то так, мужики. Наверное, первую ковку, первый разогрев, первую ковку я покажу. Наверное, это будет, ну, либо сегодня вечером, либо завтра. Все, ребят. Так, вот как все это выглядит на крыше. То есть, вот, это заглушка-патрубка, которая проходит через крышу. Шов, так сказать, где он прилегает, я замазал битумум, а где проходит сама труба, замазал герметиком. Жаропрочный, черный. И все, вот, снег уже ставил, и ничего внутренне не текло. Я думаю, после дождя тоже не будет течь. Вот, труба, ну, полтора метра торчит. И тяга нормальная после этого. Даже, наверное, не полтора, а метр семьдесят, метр шестьдесят. Ну, все.